Сразу в нескольких областных центрах Украины активисты захватили здание обладминистрации. Во Львове, Тернополе, Ривне и Черкассах митингующие требовали отставки местной власти. Не обошлось без шумовых гранат и применения газа. О событиях из регионов наши корреспонденты. Во Львове радикально настроенные митингующие заняли здание обладминистрации. Охрана не смогла сдержать на опор людей, они практически беспрепятственно попали в здание. Представители пикетчиков заявили, теперь вместо администрации будет создана так называемая Народная Рада из местных депутатов. В ответ на требования протестующих глава Львовской обладминистрации Олег Сала написал заявление об отставке. В виде неконтролируемых людей, отсутствия лидера и понимая их нежелание идти на переговоры, а также беспокоясь о жизни и здоровье сотрудников обладминистрации, я написал заявление. Позже глава облгосадминистрации отказался от заявления. Начальник милиции попросил активистов освободить помещение и не мешать работе облгосадминистрации. Милиция выполняет конституцию и имеем спокойствие на Львове. Я закрываю всех тут без выключения дать возможность людям доступа к рабочих мест и возможность работать. В конце месяца вы сейчас заблокируете ситуацию работы певных структур. Митингующие не разошлись. Попросили работников администрации обечатать свои кабинеты. В Рим на сегодня также захватили здание обладминистрации. Не обошлось без битья стекол. Несколько тысяч человек пришли сюда после народного вечера. Требовали, чтобы к ним вышел лично глава, а все чиновники сложили полномочия. С протестующими встретились замы губернатора. Переговоры длились почти три часа. После чего в администрации сообщили. Все служащие подали в отставку. Кроме главы он в отпуске. Чтобы не произошло кровопролитие и не погибли люди, принимаю решение и сейчас напишу заяву про отставку. Они сказали, что они не есть враги народа и никогда с народом воювать не будут. Сегодня все заступники, так как у нас головы в администрации нет, написали заяву. После того, как чиновники покинули здание, митингующие принялись наводить в порядок. Убирают осколки разбитого стекла, двери забивают фанерой. Чтобы избежать мародерства, помещение охраняют бойцы госслужбы охраны. В эти минуты в Черкассах несколько тысяч митингующих пытаются прорваться в здание обладминистрации. Штурм начался около шести вечера. Возле входа выстроился с десяток милиционеров, но толпа их просто смела. Митингующие выломали двери, побили стекла, теперь пытаются попасть внутрь. Но пока тщетно. Милиционеры пустили в ход светошумовые гранаты, перечный газ. Время от времени митингующих поливают водой из пожарных гидрантов. Депутаты Днепропетровского облсовета сегодня обратились к президенту с просьбой навести порядок в стране. Оппозиционеры сессию проигнорировали. Ситуация вышла из-под контроля у оппозиционных лидеров. Она не вышла из-под контроля власти. Мы поддерживаем действия нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Мы обратились к нему, чтобы всеми законными методами был наведен порядок в нашей стране. Пока шла сессия, на улице собрались люди, выступающие против такого решения. Я считаю, что это не от народа решение. Это защищает владу. В Ивано-Франковске сегодня пикетировали здание облгосадминистрации. Собрались несколько сотен человек. Они пришли поддержать митингующих, которые сейчас находятся на столичном Майдане. В руках участники акции держали плакаты и скандировали «Гоньба». В память о погибших. Во время столкновения на Грушевского люди зажгли свечи. Большинство депутатов Николаевского облсовета не захотели почти с минутой молчания память погибших в Киеве. Такое предложение внесли представители оппозиции. В знак протеста они покинули зал заседания. Депутаты большинства проголосовали за областной бюджет и утвердили обращение президента Украины. Мы высловили оппозицию деям главы державы, что спрямованы на видновление миру и стабильности в Киеве. Если сегодня варвары разрушают город Киев, кто сказал, что завтра они не станут громить другие города нашей страны? Кто может дать гарантию, что завтра эти налетчики не начнут громить наш город? Сегодня в Ужгороде к областному управлению милиции пришли журналисты. Требовали не мешать работе коллег. К собравшимся вышел главный милиционер области. Он заверил, препятствовать их работе в области никто не будет. На вопрос о командировке бойцов Бергута и внутренних войск в Киев ответил. 30 человек в середине декабря уже находятся в столице. Милиция Закарпаття не будет вживать никаких силовых заходов относительно участников мирных собраний. Вы, как видите, это подтверждается напротив двух месяцев. Мы работаем в повседневном режиме. Никаких поселенных вариантов нет. Я просто говорю про своих коллег. Никого не можно бить. А заважать журналистам, работать, это средневековье, напевно. Не знаю, варварство и диконство. Вечером жители города почтили память погибших майдановцев. Зажгли свечи на театральной площади в центре города. Лариса Задорожная, Кристина Гошенко, Марина Коваль, Кирилл Ющишин. Подробности телеканал Интер.